При проведении рейдов с сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности при входе в один из ночных клубов города по подозрению на наличие запрещенных предметов остановлены двое молодых людей. Кроме того, в магазине Шинкента продавали контрабандные корейские шампуни и бальзамы. Сейчас в отношении нарушателя владельца торговой точки проводится процесс возбуждения административного дела. Наркотики в носках у посетителей клуба нашли полицейские Шинкента. В результате проверки у 22-летней девушки обнаружен маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок стражи порядка нашли у ее 19-летнего приятеля. В целях конспирации молодые люди спрятали разовые дозы наркотических средств в носках. Заключение экспертизы подтвердило, что содержимое изъятых пакетов – мифедрон. В своем ответе задержанные указали, что наркотики нашли на улице и подобрали, чтобы повеселиться в клубе. Факт Туранским районным управлением полиции зарегистрирован по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Одозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся досудебные расследования. Контрабандные корейские шампуни и бальзамы продавали в магазине Шимкента. Об этом рассказали в Департаменте юстиции. По словам специалиста ведомства, к ним поступило обращение от правообладателя товарного знака. С проверкой нагрянули в две разные торговые точки, в одной из которых и обнаружили незаконное использование товарного знака. Сотрудники Департамента юстиции изъяли товар на сумму больше 230 тысяч тенге. Сейчас в отношении нарушителя, владельца торговой точки, проводится процесс возбуждения административного дела. По данному факту возбуждается дело по статье 158. Грозит штраф от 20 МРП и выше для физических лиц, от 30 МРП и выше на юридических лиц. Это на усмотрение суда. Надо обращать внимание на цену товара. Первые различия оригинала и контрафакта. Контрафакт дешевле. Также можно определить оригинал от подделки. На задней упаковке должен быть перевод наименований состава на казахский и русский языки.